МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Фатима Абуталибова. И сейчас коротко о главных событиях выпуска. В Рио главы Дагестана Сергей Миликов встретился с родителями братьев Гасангусейновых. В Рио главы Дагестана Сергей Миликов встретился с родителями братьев Гасангусейновых, погибших в августе 2016 года недалеко от села Гор, Хинтах в Шамильском районе. Выразив слова соболезнования Муртазали и Патиматка Сангусейновым, руководитель республики подчеркнул, что понимает и разделяет большое горе, постигшее их семью. Я понимаю, что ваше горе, оно в определенной степени стало горем всех дагестанцев, которые, к сожалению, за эти смутные времена потеряли детей, но жизнь продолжается, жить надо. Сергей Миликов предложил, в свою очередь, человеческую помощь, чтобы семья смогла преодолеть трудности, не только моральные. В тех делах, где вы сегодня могли рассчитывать на детей, рассчитывайте на нас, заключил в Рио главы региона. Возраст идет, мы все уже не молодеем. Если бы была опора на детей, они бы помогали. Давайте сегодня я в какой-то степени в этом отношении попытаюсь эту помощь организовать. У меня есть хороший друг, товарищ, Хизри Магомедович. Он тоже здесь присутствует не как должностное лицо, а как человек, который искренне может вам помочь. Со своей стороны Хизри Абакаров сообщил, что Муртазали и Патиматка Сангусейновы планируют открыть фонд, который будет помогать людям, потерявшим детей. И добавил, что всей семье будет оказана полная поддержка. Мы очень благодарны, Сергей Алимович, вам. Единственный человек, который нас принял в этом здании. Мы очень благодарны. Медикам вдвое увеличат выплаты за борьбу с COVID-19 на время новогодних праздников. Такое решение принял Владимир Путин. По словам Путина, это обосновано и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости, поскольку вакцинация медработников только начата, и они еще не защищены в нужном объеме. Президент поручил правительству организовать работу и как можно скорее принять соответствующие решения. Также глава государства отметил, что нужно составить графики работы сферы здравоохранения в праздничные дни. Муфтия Дагестана призывает соблюдать меры профилактики коронавируса. Помощник Муфтия Идрис Асадулаев обратился к жителям республики с призывом соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Он напомнил, что сейчас наблюдается рост заболевших ковидом, и, к сожалению, многие стали проявлять послабление в соблюдении мер предосторожности. Идрис Асадулаев призвал дагестанцев отнестись к данной ситуации с пониманием и терпением. На каждого из нас лежит большая ответственность не только за наших семей, но и за всю республику, за общественность. Неужели, чтобы мы поняли опасность этой заразы, этой пандемии, должен обязательно погибнуть человек из членов нашей семьи? Как говорят врачи, больницы переполняются, и ситуация все сложнее и сложнее. Все зависит от того, как мы будем соблюдать требования специалистов, врачей. Берегите себя, дай Аллах здоровья всем, и побыстрее избавить нас от этой пандемии. Дагестанцы, одержавшие победу на Кубке мира по вольной борьбе, который проходил в Сербии, по прибытию на родину посетили муфтия республики, шейха Ахмада Фанди. На встрече с духовным лидером также присутствовал главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов. Он рассказал о великолепном результате, который показали наши спортсмены на прошедшем турнире. Дагестанцы завоевали в составе сборной России 8 золотых медалей. Из 10 весов, опять-таки, как Рашид сказал, 8 чемпионов у нас стало. Фактически это чемпионат мира, но малый чемпионат мира. Вот эти все ребята уже я, в мое мнение, это чемпионы мира у нас уже все. И олимпийский год, основной год у нас завтра. В следующий год. Осталось полгода. Когда вы встречаете, это для нас, для спортсменов, для всех хороший стимул бывает всегда. Я думаю, вам большое спасибо, что нас приняли, нам уделили время. Вот так мы знаем ваше занятое время тоже. Шейх Ахмад Афанди поздравил борцов с успешным выступлением на турнире. Он пожелал им дальнейших успехов и совершенствовать не только свои физические навыки, но и не забывать о духовном. Я это часто говорю, когда все время мы выигрываем, все время кто-то проигрывает. Это тоже не всем нравится, но все-таки нам приятно, когда вы выигрываете. Нам приятно, мы дуа тоже сделаем вам. Почему же мы просим Аллаха? Потому что в этой просьбе есть признание с нашей стороны в том, что победа – это только по воле Аллаха. Вот наше признание там, вот это важно. В Лакском и Кулинском районах Дагестана раздали тысячу продуктовых наборов. Мероприятие состоялось в рамках акции «Продукты в каждый дом», организованной фондом «Инсан». Подробности в сюжете. Почти каждая нуждающаяся семья в Лакском и Кулинском районе получили продуктовые наборы первой необходимости. Тысячами продуктовых наборов охватили более 400 семей, чей доход в месяц не дотягивает до прожиточного минимума. Подобные акции очередной раз показывают и указывают на сплоченность дагестанцев, не только представителей лакского народа, ибо в организации этой акции принимали участие все. Эта акция показала, что мы, дагестанцы, живем по девизу, что мы все – единое тело. Если какой-то орган этого тела испытывает трудности и проблемы, на эту проблему отзывается все остальное тело. Помимо этого, благотворительный фонд «Инсан» организовал доставку продуктов питания в центральные больницы и учебные заведения двух районов. Благотворительные пакеты получили и медперсонал, который работает в красной зоне, и преподаватели школ. По адресу дойдет до каждого врача, медработника, для тех, кто работает непосредственно в красной зоне. Спасибо вам еще раз огромное. Ну, я хочу сказать, дай Бог вам здоровья, храни вас Аллах. На сегодня у нас в ковидном отделении 18 больных, идут на поправку, тяжелых больных на ПК нет. Я хочу сказать, что будем и предработать, стараться во благо народа. Организовать крупную благотворительную акцию удалось в первую очередь за счет неравнодушных волонтеров, которые на своих автомобилях развозили продуктовые наборы по улам районов, а также тех меценатов, которые оказали финансовую помощь. Суд опроверг клевету в адрес Муфтията Дагестана. Несколько пользователей Facebook и Instagram распространили в соцсетях сообщения с обвинениями в адрес Муфтията в незаконном изъятии земельных участков и разрушении фундамента и прочих строений, находящихся в частной собственности. Также рассказывалось о якобы выявленном сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности мошенничестве, в результате чего у Муфтията были изъяты 18 земельных участков. Духовинство обратилось в суд с заявлениями о защите деловой репутации. Советский районный суд Махачкалы решениями от 8 и 23 декабря этого года признал вышеуказанные сведения несоответствующими действительности, порочащими деловую репутацию Муфтията и наложил запрет на их распространение на территории Российской Федерации. Для привлечения к ответственности лиц, распространивших эти ложные сведения, в правоохранительные органы поданы соответствующие заявления. Об этом говорится на официальном сайте Духоведства Республики. Схема старая, но действенная. В последнее время в регионе участились случаи мошеннических действий в отношении владельцев карт. Чаще всего на уловки попадаются люди в возрасте. Злоумышленники действуют по одной схеме. Звонят пострадавшим, представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают, что с расчетного счета гражданина кто-то пытается снять деньги. Полицейские и работники банков напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Вот несколько советов, как понять, что вы на удочке подпольного колл-центра. Сотрудники банка никогда не спрашивают реквизиты банковской карты или ваши паспортные данные. Мы не просим сообщать пароль, приходящий в СМС-сообщениях. Сотрудник банка никогда не попросит вас установить сторонние приложения на телефон и сообщить какие-либо номера оттуда. Мы не спрашиваем у клиентов трехзначный защитный код на обратной стороне карты. Сотрудники банка и служба безопасности никогда не будут просить вас оформить кредит и перевести денежные средства на другой счет. Мы не предупреждаем вас о печении денег с вашей банковской карты в телефонном режиме. Все эти действия совершают мошенники. Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале в эти выходные. Ярмарка пройдет в центре города на улице Пушкина, в промежутке от улицы Яраковского до улицы Ливаневского. Свою продукцию на ней представят товаропроизводители из разных районов республики. Торговая площадка будет доступна для всех желающих с раннего утра и до вечера. Продукты можно будет приобрести без посредников и по ценам на 10-15% ниже рыночных. И к новостям спорта. Султан Ибрагимов станет тренером команды на боксерском телешоу. Экс-чемпион мира среди профессионалов и серебряный призер Олимпийских игр выступит в качестве наставника в новом проекте канала Матч ТВ. Турнир с участием сильнейших боксеров страны пройдет со 2 по 8 января в Сочи. В мероприятии примут участие 4 команды, которые выявят между собой сильнейшую. Помимо Султана Ибрагимова, руководить своими коллективами будут прославленные российские боксеры Мурат Гассиев, Дмитрий Бивол и Эдуард Троеновский. В командах будут представлены боксеры в пяти весовых категориях. Зрители смогут наблюдать за боксерским шоу в прямом эфире канала Матч ТВ. Каждый вечер после 19.30. И таковы были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин